Богомолы – отменные маскировщики Эти удивительные насекомые ко всем своим прочим достоинствам являются еще и настоящими мастерами маскировки, принимая тот окрас, который соответствует их среде обитания. И если она меняется по каким-либо причинам, то он меняется также. На данный момент в мире насчитывается примерно более 2000 разных видов богомолов. Каждый из них обладает своими особенностями, а некоторые так и вообще уникальны. Например, богомол обыкновенный. Он проживает во многих государствах мира. Они достаточно крупные и достигают в длину 7 сантиметров. В основном бывают зеленые или коричневые. Могут летать. Главная отличительная черта представителей этого вида – небольшое черное пятно в области тазиков передних лапок. Орхидейный богомол – красавец! А обитают эти красавцы в Индии и Индонезии. А краска этого богомола настолько схожа с расцветкой цветка орхидеи, что заметить его на цветке практически невозможно. Какая-нибудь доверчивая муха, решив полакомиться нектаром орхидеи, а заодно и опылить цветок, подлетает, садится на якобы цветок, и тут ее ждет неприятный сюрприз. Цветок оживает, хватает ее и медленно начинает поедать. Орхидейные богомолы настолько кровожадны, что пожирают не только мелких насекомых, но и могут полакомиться маленькой птичкой калибри. Моховый богомол – тоже прекрасный мастер камуфляжа. Он и по форме, и по цвету очень похож на мох, на котором обитает. А обитают они во влажных лесах Индии, Китая и Лаоса, то есть там, где много мха, в котором можно спрятаться. А вот шипастый богомол, или его еще называют колючий богомол, на брюшке имеет наросты, из-за которых он и получил свое имя. Обитает в Африке и имеет яркую окраску, имитирующую цветок. Как и в случае с орхидейным богомолом, насекомые путают его с цветком, садятся на него и становятся обедом этих хищников. Ну а если к шипастому богомолу приближается более крупный хищник, он максимально расправляет крылья, на которых есть два ярких пятна, похожие на глаза какого-нибудь животного, поднимается на лапки и делает все, чтобы казаться больше и испугать врага. В Африке обитает и богомол чертов цветок, или другое название этого богомола – цветок дьявола. Это очень крупный богомол. Самец в длину достигает 11 сантиметров, самка – 14 сантиметров, а размах их крыльев – около 16 сантиметров. Своё название насекомая получила опять же из-за своей великолепной способности камуфлироваться под цветок, а также из-за свою зловещую внешность. А вот богомол-скрипка. Матушка-природа, создавая это насекомое, обладала изрядным чувством юмора и любила, наверное, такой инструмент, как скрипка. А потому и создала такой загадочный шедевр. Длинненький, более 11 сантиметров в длину и тоненький. В чём только душа держится. Но он, ребята, тоже хищник, поедающий летающих насекомых, а значит, сноровка у него очень даже неплохая. А это, ребята, малазийский листовидный богомол. Или всем известный, как богомол-призрак, или богомол мёртвых сухих листик. Обитает он, как вы уже догадались, в засушливых районах Малайзии. Среди опавшей листвы заметить их очень сложно, поскольку цвета этих насекомых в точности совпадают с расцветкой сухих листик, среди которых живут эти необыкновенные богомолы. А вот это гигантский веточный богомол. Камуфлируется под веточку и вырастает до 15 сантиметров в длину. Его коричневые тельца и тонкие лапки и в самом деле очень напоминают сухую веточку куста или дерева. А если их потревожить или они почувствуют опасность, то эти богомолы будут сильно вытягивать тело и расставлять лапы, чтобы усилить сходство с веткой. А это удивительный богомол лист. Или его еще называют капюшононосный богомол. Все его тело повторяет и цветом, и формой, и фактурой, и даже движениями большой зеленый лист. Большую часть времени этот богомол проводит, плотно прижавшись к листу, выжидая свою добычу и одновременно прячусь от более крупных хищников. На свет они появляются ярко-красными, и лишь после нескольких линик их окрас сменяется на зеленый, идеально гармонирующий с листвой. Как видите, ребята, насекомое богомол и правда уникальное, поэтому некоторые любители экзотики держат их в специально оборудованных террариумах в качестве домашних питомцев.